Привет, друзья! Халюкхен, YouTube. У меня начинается новый влог. Надеюсь, я не стучу по своему микрофону. И надеюсь, вам слышно. Я сейчас нахожусь в больнице. Прошла только что УЗИ печени. И сейчас жду консультации своего врача, главврача больницы, своего профессора. После того, как я узнала, что у меня пошли ухудшения, я с ним ещё не встречалась, потому что он был в отпуске. Сегодня как раз тот день, когда я с ним встречусь. Я не плачу, я просто так долго внутри сидела, там темно. У меня что-то глаза покраснели. Сейчас между терминами у меня есть немножко свободного времени. Я решила выйти на улицу, чтобы не торчать внутри. И ещё, не дай бог, подхвачу какой-то там вирус. Значит, что я сегодня узнала? Вот для себя не всегда или практически никогда УЗИ печени не информативно. Вот, допустим, я пошла сегодня на УЗИ печени для того, чтобы врачи увидели, из какого метастаза взять биопсию. И что вы думаете, ничего по УЗИ не увидели. То есть по УЗИ у меня там чистая печень. Ну, вроде бы, что-то видит он какие-то затемнения, но больше ничего. Я думала, что УЗИ хоть как-то информативно. Я себе планировала, что я раз в месяц буду делать УЗИ, чтобы измерять как-то свои метастазы. А получается, что они ничего там не видят. И так пытался, и так говорить, нифига не вижу. Я потом была у гастроэнтеролога, у того, который меня... Ну, там совпадение такое, что как раз меня вызвал тот гастроэнтеролог, ещё и инфекционист он. Ну, это на немецком, так он называется, может, на русском по-другому. У которого я лечила гепатит С и вылечила уже два года, как гепатита С нету. С августа 2018 года. Практически два года, как нету гепатита С. Он сказал, что будем делать функцию с помощью КТ. Будем вычислять, где метастазы, где тут метастазы, который выгодно расположен, из которого можно взять биопсию. Вертолёты сюда прилетают, потому что здесь как раз местный аэропорт на крыше, вот возле Фраун клиник. Значит, Фраун клиник у нас получается вот там, где видите такие занавески, или как они называются, жалюзи эти наружные, красного цвета, полосатые такие. А всё остальное это уже то кардиология. Ну, ну, разные, разные там отделения. Здесь рядом, по-моему, нуклеар медицин и кардиология. Вот то, что рядом. А вообще клиника это как городок. Значит, мне не назначили на когда, сказали, что позвонят, потому что я начинаю во вторник химозу за день, до химозы нельзя. На день позже тоже неизвестно, как я себя буду чувствовать. Но быстрее всего что-то будет на следующей неделе. Вот вертолёт. Вы его видите? Привезли кого-то. Мне так объяснили, что иногда может быть КТ информативно, а иногда может быть УЗИ информативно, если говорить о функции. То есть если говорить о самом процессе изъятия вот этого материала из опухоли или же из метастаза. Многие мне писали, что, ну, наверное, врачи на тебе сэкономили, почему они тебе анализ на мутацию не сделали до того, как прописать ибрансу. Они не сделали это, потому что пик драйка мутацию, вообще пробу на эту мутацию сдают очень редко кто. В основном только гормоноположительные девочки. И только тогда, когда они уже спрогрессировали на гормонотерапии. Анализ этот очень свежий. Его начали там по стандарту делать, ну, вот только буквально полтора-два года тому назад. Моя операция была в 2018 году в июне. То есть сразу после операции никто мою опухоль не рассматривал на предмет наличия поломки каких-то генов. Нет. То есть это не прямо стандартная процедура. Так я вам хочу сказать. А то, что сэкономили, никто ничего не сэкономил. И бранса стоит очень дорого. Кто думает, почему врачи должны были сэкономить, если за лечение платит страховка? То есть врачи выписывают лекарства, выписывают рецепт, но им вообще пофиг, кто платит за эти лекарства. Платишь за эти лекарства ты или платит за это лекарство страховка? Ты по-любому для них пациент, клиент. Им пофиг. Я не думаю, что они сэкономили практически всем пациенткам, которые имели опухоль, такие же, как у меня. В лучшем случае выписывали и бранс. Почему я говорю лучший случай? Потому что да, есть и химиотерапия. Но врачи считают, что сразу начинать химичить не надо, потому что есть лекарства, которые могут помочь так же хорошо, но с минимальными побочками для пациента. Поэтому они выписывают и бранс. И в основном на и брансе очень много женщин, которые даже выходили в ремиссию. Это хороший препарат. Медицина, онкология особенно, это очень такая туманная вещь. Никто 100% не знает, что подойдет пациенту. Они методом тыка, можно сказать. Но когда я говорю методом тыка, понимаете, не набрасывайтесь. Потому что они, конечно же, смотрят твои анализы. Они смотрят твое ЭГХ. Они смотрят твой анамнез. Они смотрят, какие еще сопутствующие заболевания были. Они смотрят, как ты ответил на химиотерапию. Я, когда в первый раз химичила, не очень хорошо ответила на химиотерапию. Поэтому понятно, что они решили таргетами меня подлечить. Не получилось. Но слава богу, что это Германия. И слава богу, что проверки проводятся раз в три месяца. И они очень быстро понимают, стоит ли менять или нет. Халюкхин. Привет-привет. Привет, Ютуб. Трайсиря. Что мы имеем на сегодняшний день? Я вернулась домой. У меня 6 часов вечера. Ушла я к врачу в 10 часов утра. Целый день провела в клинике, в больнице. Блин, устала, прям жуть какая-то. Прошла трех врачей. Радиолога, который сделал мне УЗИ. Потом гастроэнтеролога, который объяснил мне, что при помощи УЗИ нельзя будет провести биопсию. И потом онколога. Моего врача, профессора онколога. Значит, что мы имеем? Меня вызовут на следующей неделе для проведения КТ. То есть, эта биопсия будет мониториться КТ. Врачам нужно через монитор, через экран какой-то видеть, в какую опухоль они эту иглу тыкают, для того, чтобы изъять оттуда пункцию, чтобы материал взять. Все, по-другому нельзя. Почему КТ? Я спросила, говорю, а почему КТ, а не другой метод? Потому что не существует другого метода изъятия биопсии. Чем-то нужно это дело мониторить. И у меня, честно говоря, выбора нет. Моему профессору не очень важна эта биопсия, потому что он сказал, что бы там ни было, все равно мы будем пока капать карбоплатин. А потом, если подействует очень хорошо, есть женщины, которые живут на карбоплатине по одному, по два года, если не подействует, значит, ну, у меня для тебя есть 10-12 линий терапии еще. То есть это не конец пока. Все нормально. Что по костям? Метастазы в костях исчезли, поэтому ничего не было описано в ПЭТ-КТ, в отчете. Я, конечно же, удивилась, требовала, говорю, давайте Денасумаб, вдруг они опять появятся. Они же мне отменили. Вот я неделю назад или 10 дней назад, когда ходила, чтобы мне объяснили ход дальнейших действий, и мне сказали, что не будет больше Золотекса, не будет больше Денасумаба. Что он сделал для меня? Позвонил еще один раз в радиологию и поднял еще один раз диски с ПЭТ-КТ из марта месяца, когда у меня только произошел рецидив. Посмотрел еще один раз эти диски. Говорит, ну, если в сравнении, то, что было, уже исчезло, но если сейчас смотреть картину, то, что это так быстро исчезло, я уже не могу гарантировать, что там в костях у тебя были метастазы. Может быть, это было что-то другое. Но так, как все-таки у тебя, ну, положение не из лучших, ты, девушка, у нас с метастазами, мы не можем рисковать. Как ты себя чувствовала во время Денасумаба? Говорит, нормально его переносила? Ну, я уже поняла, чем это пахнет, он хочет мне его или отменить, или продолжить. Я говорю, я прекрасно, я себя чувствовала просто великолепно. Он говорит, ну, тогда будем продолжать колоть для страховки до следующих МРТ или КТ или ПЭТ-КТ. Значит, в следующий раз мы уже не делаем ПЭТ-КТ, мы делаем только КТ. И будем наблюдать уже динамику. Есть и метастазы, нету в костях, ну, кости-то вообще. Он мне сказал, что сейчас твой скелет выглядит прекрасно, просто супер, все классно. Печень. Спросила за печень, можно ли, ну, стандартный вопрос, можно ли провести абляцию или там облучение какое-нибудь, или брахитерапию. Он сказал, нет, 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 как и всем. Потому что у тебя их очень много, и они у тебя очень мелкие. И на самом деле, я таки не поняла, где, куда исчезли те крупные. Говорит, ну, там есть крупные две, но в основном у тебя они достаточно мелкие, и их там много, и они все какие-то вот такие вот дымчатые. Что там? Там как тараканов ловить. Куда, какую абляцию? Ну, как? У тебя все нормально, пока функционирует печень, пока только химиотерапия. Проблема в том, что их очень много, и они везде. Но они не очень большие. И у тебя еще печенка, говорит, у тебя очень много здоровой ткани в печени. Говорит, это хорошо. Но, говорит, конечно, меня, я не ожидал, что через 3 месяца приема и бранса, после 3 циклов у тебя вот такой вот прогресс пойдет, потому что значительно они выросли, но больше их стало. Так что вот новости у нас на сегодня. Абляции не будет, Диносума будем продолжать. Хочешь, не хочешь, нужно делать биопсию печени. Он сказал, что биопсия ему, еще один раз повторюсь, не нужна. Это только для последующих действий. Очень многие мне писали, что почему вначале не биопсию. Вот мои 7 профессоров решили, что биопсия не нужна. С одной стороны, я очень рада, что мне ее буду делать во время химиотерапии. Объясню. У меня сегодня было очень много времени в больничке, и меня предупредил и радиолог, и гастроэнтеролог, что биопсия это небезопасная вещь, что ты должна за день до биопсии прийти в больничку, чтобы тебя проконсультировали, чтобы ты подписала бумагу, что ты согласна со всеми рисками. Подписывая, что ты все под собственной ответственностью делаешь. Если что-то случится, ну и случится. Понимаете, это не такая безопасная вещь. Ну, я залезла в интернет, чтобы посмотреть, к чему быть готовой. Может ничего не произойти, а может быть такое, что будет кровотечение, то есть тромбоциты должны быть в норме, а у меня тромбоциты сейчас были понижены. Потом еще очень-очень-очень много нехороших, неприятностей, нехороших дел может произойти. И инфекция, и бактерии, и абсцесс, и даже смерть, и еще то, что во время биопсии клетки из опухоли могут попасть и в здоровые ткани куда-то, и заинфицировать это все. Ну, я вот как это рассматриваю, допустим, иду по улице, упала, порвала там себе, сделала себе рваную рану, и сразу же пришла в поликлинику, и мне начали колоть антибиотик. Как бы я сразу начинаю эту инфекцию глушить, да. Вот так же самое с этой биопсией. Да, мне проводят биопсию, они туда лезут в эту опухоль, но меня сразу химичат. Может быть, с одной стороны, если так посмотреть, может быть, даже это хорошо, что это проводится во время химиотерапии, а не там за две недели до химиотерапии. Так, и по поводу того, что у меня очень много вопросов, что я ищусь, что я хочу. Сейчас нарисую. Нарисую сегодня круг вот такой вот. Увидела у какого-то философа, не помню у кого, но идею запомнила. Вот этот круг. Внутри этого круга мои знания. А то, что снаружи круга, это то, чего я не знаю. Чем больше у вас круг, чем больше у вас круг, тем больше вы понимаете, что вы на самом деле не знаете, и тем больше у вас вопросов. Понимаете? Если ваши знания помещаются вот в такой вот кружочек, вот в такой вот миниатюрный, понятно, что у вас меньше вопросов, понятно, что вам кажется, что больше ничего и не нужно знать. А что здесь уже знать? Я уже всё знаю. Чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, что вы на самом деле не знаете. Всё. И время я не теряю. Между химией и лучевой вы выжидаете 3 недели. Между химией и операцией вы выжидаете 3 недели. Мне сказали выждать время по минимуму 2 недели. Нормальный человек сидит дома. А вот такой вот человек, которого всё-таки всё интересует, и он хочет всё-таки больше узнать о своей болезни, он за эти 2 недели, он и туда ходит, и сюда ходит, и сюда. Понятно, путём проб и ошибок. Понятно, что встречаются и врачи, которые не очень тебе подходят, потому что не очень компетентны. Это всё нормально. Сидеть просто дома, сложив лапки, и сказать, а, вот я плыву по течению. Нет. У меня терапия подготовлена, во вторник меня ждут на химозу. Очень много информации собрала за эти 2 недели. Следующий термин с профессором из Шарите у меня 13 августа. Девочки, ещё так совпало, что сейчас у всех отпуска. Я пришла к такому выводу, что лучше начинать капаться. А где правда, где неправда, почему они эту биопсию не сделали, или в начале, я таки не поняла до сих пор. И они говорят, что в принципе не надо. Сейчас мы её делаем для того, чтобы больше информации иметь на будущее. Но сейчас уже ход действий. Всё уже решено. Всё решено. Всё, девчонки. На сегодня это всё. С вами была Карла. Вздохнул, выдохнул. Всё нормально. Жизнь прекрасна. Люблю, целую. Встретимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.